Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим о правопорядке на территории областного центра. У нас в гостях начальник УМВД России по городу Курску Николай Зайцев. Николай Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Юля. А вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть отличная возможность позвонить к нам в студию и задать свой вопрос нашему гостю. Номер телефона вы видите на своих экранах 70 35 15. Если стесняетесь, можете оставить свой вопрос на сайте 7info.ru в разделе онлайн. Мы обязательно постараемся включить его в наш эфир. Николай Михайлович, буквально на днях завершилась декада пожилого человека. В течение 10 дней, по традиции, бабушкам и дедушкам такое прям повышенное внимание. В том числе и сотрудники полиции навещали наших представителей пенсионного возраста с тем, чтобы пояснить, лишний раз напомнить, как себя обезопасить от мошенничества. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему, а потом побеседуем. Хорошо. Внимание на экран. Много очень людей ходит, которые предлагают, допустим, деньги поменять или какой-нибудь прибор купить, чудо-таблетку. Старайтесь не общаться с этими людьми, не открывайте двери. Лучше иной раз нам позвонить, с нами проконсультироваться. Хорошо. Не открывать дверь незнакомцам и в подозрительных ситуациях немедленно обращаться в полицию. Главные советы пожилым. Преступных схем много. Ради денег мошенники готовы на все. Пенсионерам предлагают чудо-препараты от болезней, новейшие бытовые приборы по баснословным ценам. Играют на доверие. Или могут сказать, мы сусработники, вам полагается какая-то выплата. Да, вот это особенно. Рейд проводился с 1 по 10 октября. За это время участковые навестили сотни граждан почтенного возраста. Стражи порядка отмечают. Отношения с населением доверительные. Люди готовы к сотрудничеству. К участковым обращаются за помощью по многим вопросам. Чего не обратись, я всегда помогу. Тут у меня дверь заклинило, обращалась он. Все свои дела бросил и мне помогал. Пришли самовольно, начали ящики вот эти делать. Я сказала, покажите документы, откуда вы начали ящики эти. В подъезде? Да, в подъезде. Ответили очень грубо. Ну, я позвонила участковому сразу. Все пришли, все помогли, все разобрались. Все эти люди ушли. Кстати, такая работа с пенсионерами будет продолжена и после завершения декады пожилого человека. Полицейские проводят рейды в течение всего года. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, да? Это точно про наших пенсионеров. Расскажите, часто они реально подвергаются воздействию мошенников, злоумышленников? Я думаю, что попыток обмануть пожилых людей возникают часто. Но наша профилактическая работа тоже дает свой результат. И в текущем году у нас зарегистрировано 26 фактов преступлений в отношении престарелых граждан. Ну, в первую очередь, как уже было в сюжете, это под видом, когда приходят соцработников с целью оказания всевозможных услуг, там, возвращать компенсации, там, за приобретенные товары. Вот, затем под видом работников газовых служб. Буквально на прошлой неделе у нас был факт на территории Саимского округа. К бабушке преклонного возраста пришли двое мужчин. Ну, и пока проверяли, будто бы газовую плиту, чистили ее. По всей видимости, с ними был еще один третий соучастник, который в это время в комнате нашел ее все сбережения бабушкины. И потом, после совершения кражи, они все покинули квартиру. И плиту почистили, и кошелек. Абсолютно точно, да. Когда уже бабушка поняла, что что-то могло произойти, посмотрела, а денег уже всех, абсолютно сбережений уже не оказалось. В настоящее время мы занимаемся, устанавливаем личности этих. Ну, данными видами преступлений в основном занимаются, специализируются лица цыганского этноса. Ну, и в частности, по последнему факту, уже установлено, что они из другого субъекта Российской Федерации. Ну, а как вот себя вести? Вообще не открывать им дверь? Или все-таки пытаться там проверить документы? Хотя, опять же, у бабушек, дедушек там плохое зрение, может быть. Вот что делать в этой ситуации? Ну, у каждого пожилого человека есть родственники. А если нет родственников, есть социальный работник или сотрудник правоохранительных органов, в частности, участковый полноочерень. Ну, если такая ситуация возникла, то прежде чем идти на контакт с этими псевдопомощниками, необходимо, естественно, проконсультироваться или посоветоваться со своим окружением. В противном случае можно легко стать вот жертвой данных преступников. А вот если вообще уже, если отвлечься от стариков, а в принципе брать наш город, какие виды преступлений чаще всего встречаются? Кражи, мошенничества, угоны? Ну, по традиции в городе Курске основной массив преступлений – это имущественного характера и, прежде всего, кражи. 40, порядка 40% всех зарегистрированных преступлений в городе – это кражи. Ну, в основном преобладают кражи и с дачных участков, и в магазинах, в различных местах общего пользования, то есть поликлиники, больницы. Ну, то есть то, что человек оставляет без присмотра, может стать предметом преступления. В летний период времени тут велосипеды, детские коляски, так вот, планы преступления. Ну, вот универсального способа защититься наверняка нет, но вот все-таки, да, не ловить ворон, а быть внимательными, или бывает, что это не спасает? Вот как? Ну, здесь универсального способа защититься от преступных посягательств, наверное, не существует. В зависимости от характера преступления, предмета посягательства необходимо и принимать такие упредительные меры. Ну, если рассматривать квартирные кражи, вот люди, установив металлическую дверь, там, с множеством ригелей, считают, что это будет неприступная крепость. Но для сегодняшних квартирных воров ни один замок не является непредалимым препятствием. Поэтому самым надежным способом защитить свое имущество от квартирных воров является постановка квартиры на централизованную охрану, то есть на сигнализацию. Других способов, к сожалению, пока нет. Если, вот мы уже рассмотрели вопрос мошенничества, здесь, конечно, проявление бдительности, осторожности, даже такой подозрительности к каждому незнакомому человеку. Ну, в зависимости от характера преступления, и надо принимать такие меры. А вот вы сказали, что квартира сигнализации, это дорого вообще обходится? Ну, в зависимости от характера, от планировки квартиры, минимальная это порядка 25-30 тысяч установок оборудования, ну и потом абонентская плата за охрану порядка 200-300 рублей в месяц. Ну, в принципе, вполне, наверное, бюджетно, да, и реально. К сожалению, вот выезжаешь на преступления, связанные с квартирными кражами, когда похищаются, в общем-то, большие ценности, большие суммы денег, и вот потерпевший, говорит, я вот долго думал, чтобы сигнализацию поставить, теперь завтра и пойду. То есть пока как в русской парламенте. Огром не грянет. Так точно. Ну, вот в плане машин, наверное, точно нужно сигнализацию устанавливать. Вот пример тому, что в сентябре поймали двух угонщиков, которые очень-очень много авто взяли погонять. Давайте посмотрим, а потом уже поговорим об этом. Эта «семерка» стала последней в череде автокраш, прокатившихся по Курску в сентябре. Поймать злоумышленников по горячим следам не удавалось. Во всех этих автомашинах отсутствовала сигнализация, поэтому это позволило преступникам совершить хищение и, так сказать, скрыться с места преступления. Но затем угонщики сами привлекли к себе внимание. В ночь с 18 на 19 число, неся службу по центральному округу проспект Дружба, нами было замечено транспортное средство, виляющее по всей дороге, УАЗ-2107. При попытке остановить данное транспортное средство водитель проигнорировал и продолжил движение. Молодые люди попытались уйти от преследования на скорости 140 км в час, но не справились с управлением и врезались в бордюр. Злоумышленников задержали. От водителя исходил запах алкоголя и были покраснения кожных покровов, а также он вел себя неадекватно, на вопросы не отвечал. Правда, уже в отделе полиции молодой человек разговорился. Это не первый угон. Все истории похожи одна на другую. Сидели, отдыхали, выпивали. Вот только ездить по городу было не на чем. Решали проблему радикально. Мы ходили, гуляли, открыли четверку, достали оттуда инструмент, не смогли ее угнать. Потом рядом стоящую восьмерку угнали ее и доехали до села Николаевки. Там она заглохла, не смогли ее завести и подожгли. С 18 на 19 число мы также отдыхали. И он сказал, надо до Серо-Запада доехать время было одето, часа вечера. Денег не было. И он говорит, давай сейчас возьмем машину, доеем и там поставим, ничего нам не будет. По предварительным данным, на счету подозреваемых не менее 9 преступлений. Сейчас задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Ну тут уже и говорить о наглости вообще этих молодых людей и вот о безответственности самих автовладельцев тоже. Ну как так можно вот оставлять машину? К сожалению, сегодня автопарк частный очень серьезно увеличился. В городе Курске уже на учете стоит более 100 тысяч автомашин. Ну естественно, в каждом дворе, пожалуйста, вы все видят, какое огромное количество автотранспорта припарковано на ночь. Ну и такие вот, будем говорить, недобросовестные граждане пытаются попользоваться этим имуществом. Или, как один из преступников сказал, не на чем было доехать, денег на такси не было. Сели, доехали до северо-запада или в другой район. К сожалению, такие преступления еще продолжают иметь место. Но скажу, что тенденция идет на снижение краж, связанных с автотранспортом. Мы в текущем году и в предыдущие годы, в общем-то, пресекли значительное количество таких преступлений. Было изобличено большое количество людей, которые занимались данными преступлений. Прежде всего, это несовершеннолетние, которые по своей дерзости, по наглости зашкаливают любые рамки. Но могут сразу зайти в какой-то двор и раскурочить 5-6 машин. Для них это не является каким-то препятствием. То есть, такие вот детские, молодежные, такие вот дерзкие преступления. Они, может, и не понимают, что взяли покататься, думают, возьмем, проедемся, вернем обратно, ничего нам не будет. Я думаю, что у них порог такой, боязни быть привлечены к ответственности, размыт. А если они уже были связаны с данными преступлениями и уже судимы были, то подход их уже более упрощенный. Ну, вот часто, все-таки, как и в этом сюжете, в этом случае, преступления совершаются под градусом. Все-таки лица в состоянии алкогольного опьянения. Хоть у нас сейчас запрещена продажа алкоголя в ночное время, но вот мне даже кажется, что как было много пьяных, так и осталось. Это с чем связано? С тем, что там из-под прилавка продают алкоголь, нарушают законы? Или все-таки активизировались самогонщики у нас, и вот паленый алкоголь продают? Я бы не сказал, что у нас увеличилось количество пьяных на улице. Нет, не увеличилось. Столько меньше не стало. Меньше? Ну, к сожалению, у нас очень развита сеть кафе и ресторанов, в том числе, которые работают длительное время, до глубокой ночи, где свободная продажа и реализация алкогольной продукции разрешена. А в розничной сети у нас, согласно 171 федерального закона, в ночной период времени запрещена реализация спиртосодержащей продукции, в том числе и пива. И с 23 до 8 утра, в частности, ну, я уже сказал, в кафе и ресторанах можно спокойно взять и приобрести. К сожалению, большое количество преступлений совершается в состоянии алкогольного пьянения, и вот за 9 месяцев текущего года около тысячи преступлений совершены в состоянии алкогольного пьянения, умышленные преступления. Это практически, наверное, каждое третье-четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного пьянения. Опять же, это в основном уличные преступления, это причинение телесных повреждений различной степени, кражи, грабежи, ну, такого характера. А если вот пьяный человек просто вот идет по улице, его могут привлечь к ответственности, к административной, например, если он ничего не делает плохого, но вот очень пьяный? Безусловно. В административном кодексе имеется статья 20-я, за которую предусмотрено, вернее, предусмотрено за появление в общественном месте в состоянии алкогольного пьянения, предусмотрена административная ответственность и штраф от 500 до 1500 рублей. И таких правонарушений выявлено и пресечено в текущем, за 9 месяцев текущего года, около 10 тысяч, чуть более 10 тысяч. Также предусмотрена административная ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, за ту же самую ответственность, предусмотренную от 500 до 1500. И вообще, если рассматривать административную практику в городе Курске, то в текущем году нами пресечено около 30 тысяч административных правонарушений. А за что чаще всего? Это довольно-таки внушительная цифра, это говорит об активной позиции полиции. Половина из этого количества как раз и правонарушения, связанные с распитим и потреблением спиртных напитков. В меньшей степени это за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Также значительное количество в отношении родителей, которые, будем говорить, не занимаются воспитанием и содержанием своих несовершеннолетних детей. Ну и также сейчас около полутора тысяч пронарушений выявлено за нарушение антидобачного законодательства. Тоже новая статья, которая недавно введена, тоже здесь мы занимаем активную позицию. Если еще вернуться к мошенникам, сейчас уже высокие технологии, прогресс до того дошел, что и сидя дома может обмануть человека, завладеть его деньгами, из банковского счета снять через интернет. Курская полиция готова к таким посягательствам? Есть ли у нас достаточно средств, методов борьбы? К сожалению, современная технология, технический прогресс проник и в криминальную среду, и злоумышленники очень активно пользуются этим. В частности, в городе Курске сейчас распространены такие преступления, как вы уже сказали, снятие средства с банковских карт. Звонят потерпевшему, обладателю банковской карты, представляются службой поддержки такого-то банка. Ну и там, будем говорить, обманным путем, говорят, что вот ваша карта заблокирована, необходимо там провести манипуляцию цифр, подойдите к банкомату. Ну и потом называют определенный порядок цифр, в основном это свои номера мобильных телефонов, и после набора цифр средства с банковской карты перетекают на счет мошенников. Также вот более сложные преступления, серьезные, у нас в текущем году были, когда из другого региона управлялись банкоматами, мошенники управляли банкоматами, и в течение короткого промежутка времени они сняли всю наличность, которая находилась в банкомате, управляя, еще раз говорю, вообще из другого города. Ну это уже высококвалифицированные мошенники, которые, конечно, пользуются. Ну вы как-то можете с ними справиться, хотя бы попытки? Безусловно, справляться-то мы можем, но опять же это уже постфактум, после совершения таких преступлений, ну профилактировать и упребреждать эти преступления очень сложно, но в частности населению, жителям города мы постоянно и с вашей помощью через средства массовой информации постоянно об этом говорим, ну к сожалению, не все пока удается. У нас есть как раз вопрос на сайт по близкой теме Акимова Светлана. Мне буквально вчера пришло СМС о том, что моя банковская карта заблокирована, и номер отправителя совершенно обычный Теледва, не банковский. Я прекрасно понимаю, что это мошенники, могу ли я с этим сообщением обратиться в полицию? Это вот тот пример, о котором я уже говорил. Безусловно, любой гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы, в частности органы внутренних дел. Мы 24 часа в сутки принимаем сообщения и заявления и обеспечим незамедлительное реагирование по проверке этих сообщений. А как, по номеру будете пытаться найти, да, отправителя? Ну, у нас уже наработаны определенные технологии тоже, и мы устанавливаем этих лиц. Да, к сожалению, сложности бывают, что преступники находятся очень далеко от города Курска. В частности, мы вот выезжали в город Красноярск. Ничего себе, далеко. Далековато, да. И вот задерживали, привозили сюда, проводили следственные действия. Ну, были даже и факты, когда снимали с банковских карт преступники, которые находились в Австралии, в Лондоне. Были такие факты. Ну, вот позиция телезрительницы достаточно такая активная. А вот вообще, в принципе, куряне достаточно активно сотрудничают с полицией. Вот, может быть, сообщают вам о деталях преступления, о которых, может быть, стали свидетелями, или о преступниках. Может быть, у них есть какие-то сведения. Охотно идут на контакт? Я скажу, что в последнее время есть позитивные тенденции в этом плане. Люди стали более открыты и более охотно идут на разговоры и в отношении вступают с органами внутренних дел. И опять же, мы используем современные технологии через сеть интернет, размещаем наши просьбы, информацию, сведения всевозможные. И получаем как анонимно, так и посредством представления личных сведений. И были такие хорошие примеры, когда мы раскрывали серьезные, тяжкие преступления. Ну, в частности, вот, если вот изымаем видеозапись с камеры наблюдения, допустим, где-то на улице или в помещении, и чтобы установить лицо, которое снято, мы размещаем информацию на электронных носителях. И люди звонят, сообщают о личности или об обстоятельствах данных происшествий. В частности, вот, вчера в городе Курске было такое страшное ДТП, когда в 6 часа утра на площади Перекальского... Да, да, с новостях хоть час было, да. Да, неустановленные лица на автомашине совершили ДТП, в результате которого погибла женщина. Мы в сети интернет через электронные средства массовой информации разместили информацию, данные. Уже люди звонят и сообщают, очевидцы установленные, то есть помощь очень хорошая идет. И мы здесь небескорыстную помощь принимаем. Как-то поощряется? Ну, если информация способствовала раскрытию преступления, мы в обязательном порядке поощряем данных граждан. Если они не хотят публичности, мы, так будем говорить, в служебном комбинете поощряем, или ценный подарок, или денежный премий. Были случаи, когда мы на гарнизонном разводе, когда раз в квартал мы проводим такие мероприятия, перед общим строем тоже поощряли людей ценами подарки на заказание помощи в раскрытии преступлений. Дополнительный стимул. Не только активная гражданская позиция, но и все-таки приятный бонус. У нас очень мало времени уже осталось до конца эфира. Вот, может быть, успеете еще на один вопрос ответить. Несколько месяцев назад проводилась ярмарка вакансий для тех, кто освободился из мест лишения свободы, и кто хочет как-то стать на путь истинный. Много ли людей откликнулось? Много ли человек устроилось на работу? Или хотя бы были такие попытки? Очень интересный вопрос. Я скажу, что такие мероприятия в городе Курске проводились впервые. Ну и цель этих мероприятий не только сразу добиться результата, трудоустроить данных граждан. Но цель была, когда власть и, будем говорить, не самые лучшие представители нашего города встретились, посмотрели друг в друга в глаза, выслушали проблемы этих людей. То есть, власть повернулась лицом к этим жителям. Таких у нас на сегодня порядка пяти тысяч граждан в городе Курске. Ну, так цифры сложные сейчас говорить, потому что были выражены большое количество желаний трудоустроиться. Но по разным причинам не все прошло так, как запланировано. Но вместе с тем, я хочу сказать, мы сейчас думаем и о следующем шаге, как развить эту тему. И я думаю, что мы добьемся, чтобы когда работодатели, пользуясь какими-то льготными преференциями, чтобы заинтересовать работодателей, чтобы они принимали на работу людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, не самые активные жизненные позиции, то есть заинтересовать. Тем самым мы хотим добиться и второй цели, чтобы человека, включив в трудовую, активную, трудовую деятельность, увезти его с криминальной дороги. Ведь у него появятся и средства к существованию, и некогда будет потреблять алкогольные напитки и совершать преступления. Ну, здорово уже то, что даже без льгот работодатели уже, в принципе, откликнулись на то, что они готовы, в принципе, взять уже этих людей, как-никак, на какую-нибудь работу, но все-таки. Более того, я сейчас издал приказ и ввел в обязательную работу участковых уполномоченных. И теперь они у меня ежемесячно отчитываются по количеству людей, которых они трудоустроили или способствовали трудоустройству. Николай Михайлович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Надеюсь, беседа для многих получилась полезной. Приходите к нам еще. Спасибо большое. А вам я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин